Называется «Кадиш». Его автор Александр Аркадьевич Галич. На всякий случай я убежден, что то, что я сейчас скажу, все вы, подавляющее большинство из вас, прекрасно знают, но мало ли вдруг один человек в зале не знает. Важно, чтобы он тоже понимал, о чем речь. Несколько вещей. «Кадиш» – это поминальная молитва, которую в еврейской традиции сын читает по усопшему отцу. Таким образом назвал свой цикл стихов и песен Александр Аркадьевич Галич, посвятив этот цикл стихов и песен Янушу Корчику, знаменитому польскому гуманисту, польскому еврейскому гуманисту, врачу, педагогу, мыслителю. Сейчас уже очевидно, что это величина мирового масштаба. А во времена Второй мировой войны это имя было известно в Европе. Яков Гольдшмидт, литературный псевдоним Януш Корчик. Во время гитлеровской оккупации Польши разные страны в Европе по-разному поддерживали, кто-то поддерживал, кто-то сопротивлялся Холокосту. Польша, это страшное было место. Из 8 миллионов польских евреев к концу Второй мировой войны в живых осталось несколько десятков тысяч. Остальные были уничтожены. Гетто это район города, обнесенный колючей проволокой, предназначенный для жизни, ну, еврейское гетто, соответственно, для жизни евреев в ожидании их уничтожения. В Варшавском гетто, поскольку уничтожить 8 миллионов человек это большая трудная задача, справились с ней не в один день, жили в гетто достаточно долго, в ожидании своей очереди на уничтожение. Януш Корчик создал дом-сирот, то есть приют для сирот, где он страшно правдами и неправдами добывал еду для них, какие-то возможности жить, питаться, вот в ожидании этого вызова на вокзал. Есть воспоминания, это была легенда, сейчас есть воспоминания, достаточно надежно подтверждающие эту версию, о том, что один из гестаповских офицеров, провожавших поезд, на котором должны были уехать дети в лагерь при уничтожении Треблинка, узнал Януша Корчика, потому что действительно на тот момент уже это была, так сказать, величина европейского масштаба, образованный эсэсовский офицер узнал Корчика, предложил ему остаться, спастись. На что Корчик сказал, я могу остаться только со своими детьми, но детей спасти этот офицер не мог, не хотел, и таким образом Корчик уехал с детьми в лагерь уничтожения Треблинка, где, собственно, и погиб. Вот все необходимые исходные сведения, которые нужно знать, чтобы понимать, о чем говорится в этом произведении. Итак, Александр Галич, конечно. Как я устал повторять. Бесконечно все то же и то же. Падать и вновь на своя возвращаться. Я не умею молиться. Прости меня, Господи Боже. Я не умею молиться. Прости меня. И помоги. А по вечерам тут все так же играет музыка. Музыка, 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 музыка! Как ни в чем не бывало. Сен-Луи-Блюгус, ты во мне как боль, как ожог. Сен-Луи-Блюгус захлебывается рожок. А вы сидите и слушаете, и с меня не сводите глаз. А вы едите и слушаете, и с меня не сводите глаз. Вы жрете, пьете и слушаете, и с меня не сводите глаз. И поет мой рожок про дерево, на котором я вздерну вас. Я никому не живу, я слава. Я не умею. Я не знаю, как это делается. А может, дневник старого доктора? Последние страницы. Уходят из Варшавы поезда. Уходят из Варшавы поезда. Уходят из Варшавы поезда. Все темнее гетто, все пустее. А я устал. И будто неспроста всю ночь кричат, прощаясь поезда. И я прощаюсь с памятью моей. Цыган был вор, цыган был врун, но тем милей в двойне. Он трогал семь цыганских струн и улыбался мне. Он говорил, учи, сынок, учи цыганский счет. Семь дней, недели создал Бог. Семь струн, гитары, черт. И вот уже который век, все тот же кавардак. То богов вверх, то чертов вверх. А то и так на так. А что добро? И где счета? И кто кого, пойми, ведь та же радуга. И та из тех же, из семи цветов. Осенней медью город ополен. И я, хранитель всех его чудес, Я неразменно модарен рублем. Мне скоро дважды семь. И я влюблен во всех дурнушек. И во всех принцесс. Осени меня своим крылом, Город детства с тайнами неназванными. Счастлив я, что и в беде, и в праздновании Был слугой твоим и королем. Я старался сделать все, что мог. Не просил судьбу ни разу. Высвободи. И скажу на самой смертной исповеди. Если есть на свете детский Бог, Все я, Боже, получил сполна. Где? В какой расписаться ведомости? Об одном прошу. Спаси от ненависти. Мне не причитается она. Война. Война. Четырнадцатый год. Мне трижды семь. А веку семью два. В обозе госпитальном кровь и пот. И кто-то ночью плачет и поет печальные И странные слова. Гори, гори, моя звезда. Звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная. Повисло знамя, как пустой рукав. Тернополь, Полоцк, отступление бред. Но в той бессонной школе переправ Усвоил я, что побежденный прав. И пораженье стоит трех побед. Ах, какая в тот день приключилась беда. Приключилась негаданно. Попросту. Чтоб проститься со мною, с чужим Навсегда. Ты прошла пограничную полосу. Наступила внезапно чужая зима. И чужая, и все-таки близкая. Шла французская фильма в пустом синема. Барахло торговали австрийской. Понукали извозчики дохлых коньяк. И в кафе заколоченным наглухо мы сидели с тобой и пили коньяк. И жевали засохшее яблоко. И в молчании мы знали про нашу беду. И надеждой не тешились гиблы. И в молчанье мы пили за нашу звезду, Что печально горит над могилой. Умру ли я и над могилою? Гори, сияй, моя звезда. Уходят из Варшавы поезда. И скоро наш черед как ни крути. Ну что ж, гори, сияй, моя звезда. Моя шестиконечная звезда. Гори на рукаве и на груди. Окликнет эхо давним прозвищем. И ляжет снег по кровам прянышным. Когда я снова стану маленьким. А мир опять большим и праздничным. Когда я снова стану облаком. Когда я снова стану зябликом. Когда я снова стану маленьким. А снег опять запахнет яблоком. Меня снесут с крылечка сонного. И я проснусь от скрипа санного. Когда я снова стану маленьким. И чудеса открою заново. Звезда в окне. И на груди звезда. И не поймешь, которые я с ней. А я устал. И видно, неспроста всю ночь кричат, прощаясь с поезда. И я прощаюсь с памятью моей. А еще была у нас в доме сирот девочка Натя. После детского паралича у нее отнялись ноги. Она не могла ходить. Но она совершенно замечательно пела. И писала песенки. Вот одна из них. Песенка девочки Нати из сиротского дома. Я кораблик клеила из цветной бумаги. Искоры и клевера с клевером на флаге. Он зеленый, розовый, весь в смолистых каплях. Клеверный, березовый, славный мой кораблик. А когда забулькают ручейки весенние, Дальнею дорожкою синевой морской, Поплывет кораблик мой к острову спасения, Где ни войн, ни выстрела, солнце и покой. Я кораблик ладила, пела точно зяблик. Зря я время тратила. Сгинул мой кораблик не в грозовом отблеске. В буре-урагане попросту при обыске смялись сапогами. Но когда забулькают ручейки весенние, В облаках приветственно протрубит журавлик К солнечному берегу, к острову спасения, Чьей-то обязательно доплывет кораблик. Ла-и-ла-ла. Когда, если когда-нибудь будете поминать героев минувшей войны, Не забудьте. Я очень вас прошу. Не забудьте Петра Залевского. Инвалиды Первой мировой. Гренадера. Он служил сторожем у нас в доме сирот И был убит полицаями осенью 42-го года. Он подметал наш старый двор, когда они пришли. И странен был их разговор, как на краю земли. Как разговор у той черты, где только нет и да. Они ему сказали Ты! А ну иди сюда. Они спросили Ты поляк? И он сказал Поляк. Они спросили Как же так? И он сказал Так. Но ты ж культяп и хочешь жить. Зачем же, черт возьми, ты в гетто Нянчишься, как жить с жидовскими детьми? К чему спросили Трам-там-там? К чему такая спесь? Пойми, сказали Польша там! А он ответил Здесь. И здесь она, и там она. Она везде одна. Моя несчастная страна. Прекрасная страна. И вновь спросили Да ты поляк? Он сказал Поляк Ну что ж сказали Значит так И он ответил Так Ну что ж сказали Кончин бал Скомандовали пли И прежде чем он Сам упал Упали костыли И прежде чем пришли Покой И сон И тишина Он Помахать успел руку Глядящим из окна О, дай мне Бог Конец такой Всю боль Спив до дна Свой смертный час Махнуть руку Глядящим Из окна А потом А потом наступил такой день Когда Дому сирот Было предписано Собраться на ум Шляк-плац Где тогда располагался Дальский вокзал Эшелон уходит Ровно в полночь Эшелон уходит Ровно в полночь Эшелон уходит Ровно в полночь Паровоз дурак Кричит Шалом Вдоль перрона Выстроилась сволочь Сволочь Провожает эшелон Эшелон уходит Ровно в полночь Эшелон уходит Прямо в рай Как мечтает поскорее сволочь Донести, что Польша Юденфрай Юденфрай, Варшава, Познань, Краков Весь протекторат из края в край В черной чертовне паучьих знаков Ныне и вовеки Юденфрай А на умшляк плаца у вокзала Гетто ждет устало чей черед И гремит последняя осанна лаем полицая Дон сирот! Шевелит губами переводчик Глотка пересохла, грудь в тисках Но уже поднялся старый корчак С девочкой унатей на руках Знаменосец, козырек заломлен Чупчик вьется точно завитой И горит на знамени зеленом клевер Клевер, клевер золотой Два гарниста поднимают трубы Знаменосец выпрямил древко Детские обветренные губы Запивают грозно и легко Наш славный поход Начинается просто От старого места до Гданьского моста И дальше из песней построясь по росту К варшавским предместьям По Гданьскому мосту По Гданьскому мосту По улицам Гданьска По улицам Гданьска Шагают девчонки Марыся и Баська А маленький Боля, а рыженький Боля Застыл пораженный у края прибоя У края прибоя Пахнет морем Теплым и соленым Вечным морем и людской щитой И горит на знамени зеленом клевер Клевер, клевер золотой Мы проходим потрое Рядами сквозь кордон эсэсовских ворон Дальше Дальше начинается предание Дальше мы выходим на перрон И бежит за мною переводчик Робко прикасается к плечу Вам разрешено остаться Горчик Если верить сказке Я молчу К берегу К чугунному парому Я веду детей Как на урок Надо вдоль вагонов В папирон Вдоль А мы шагаем поперек Рваными ботинками бряцая Мы идем не вдоль А поперек И берут смешавшись по лица И кожаной рукой под козырек И стихает плач в аду вагонном И над всей вокзальной маятой Пламенем на знамени зеленом Клевер, клевер, клевер золотой Боже, в жизни было по-другому Только эта сказка Вам не врет К своему последнему вагону К пахнущему хлорком вагону К своему чистилищу вагону С песней подходит дом сирот По улицам Лодзи По улицам Лодзи Шагают ужасно почетные гости Шагают мальчишки, шагают девчонки И дуют в дуделки, и крутят трещотки И крутят трещотки Ведут нас дороги, и шляхи, и траты Снега закупаны, где синие Татры Над белой вершиной зеленое знамя И вся наша синяя Польша Под нами И тут кто-то не выдержал и дал сигнал отправления И эшелон Варшава Треблинка На двадцать минут раньше назначенного срока Случай совершенно неслыханный Тронулся по своему маршруту Вот и кончилась песня Вот и смолкли трещотки Вот и скорчилась неба В переплете решетки И державе своей Под вагонную тряску Сочиняет король Угомонную сказку Ну что, начнем, благословясь? Лет сто тому назад В своем дворце неряха князь развел везде Такую грязь, что был и сам нерад И вот однажды, рассердясь, зовет он маляра А не пора ли, молвил князь Закрасить краской эту грязь? Маляр сказал Пора Давно пора, вельможный князь Давным-давно пора И стала грязно-синий грязь И стала грязно-красной грязь И стала грязно-белой грязь Под кистью маляра Да потому, что грязь есть Грязь В какой-то цвет ее не крась Нет Не кстати была эта сказка Не кстати И молчит моя милая чудо держава А потом неожиданно голосом нати Не в попад говорит До свидания, Варшава И тогда, как стучат колотушкой о шпалу Застучали сердца колотушкой о шпалу Забудели сердца колотушкой о шпалу Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву По вагонам подобно степному пожару Из вагона в вагон От состава к составу Как присяга гренит Мы вернемся в Варшаву Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву Пусть мы дымом и стаем над адовым пеклом Пусть тела превратятся в горячую лаву Но дождем, но травою, но ветром, но пеплом Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву А мне-то А мне-то что делать? И так мое сердце в плочах Я в том же трясусь в огонь Я в том же горю пожар И из года 2015-го Я вам кричу Пан Корчик Не возвращайтесь Вам страшно будет в этой Варшаве Землю отмыли до бела Нету ни рвов, ни кочек Гранитные обелиски твердят о бессмертной славе Но слезы и кровь забыты Поймите это, пан Корчик, и не возвращайтесь Вам стыдно будет в этой Варшаве Дали зрелищ и хлеба Взяли Вислу и Татры Землю, море и небо Все, мол, ваше А так ли Дня осеннего пряжа Свящим зовом кукушки Ваше Врете Не ваше Это осень костюшки Небо в пепле и саже От фабричного дыма Ваше Врете Не ваше Это небо тувима Сосны, гордые стражи Там, над Балтикой пенной Ваше Врете Не ваше Это сосны Шопена Беды плодятся весело Радость в слезах и корчах Ну А много ли мы видели радости На маленьком нашем шаре Не возвращайтесь в Варшаву Я очень прошу вас, пан Корчик Вам нечего будет делать В этой Варшаве Поясничают гомункулосы Геройские рожи корчат Рвется к нечистой власти Арабы нечистой Шваль Не возвращайтесь в Варшаву Я Очень прошу вас, пан Корчик Вы будете чужеземцем Вашей родной Варшаву Ну а по вечерам Тут все так же играет музыка Музыка, 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 музыка Как ни в чем не бывало Сен-Луи-блюз Ты во мне как боль, как ожог Сен-Луи-блюз Захлебывается рожок На пластинках моно и стерео Горячи признания в любви И поет мой рожок про дерево Там на родине в Сен-Луи Над землей моей ночью выстрелы Скучной ночью в собак-добах А вы гоните монету, мистеры И за выпивку, и за баб А еще, ну прямо комедия А еще за вами должок Выкладывайте последнее За то, что поет рожок А вы сидите и слушаете И с меня не сводите глаз А вы едите и слушаете И с меня не сводите глаз А вы жрете, пьете и слушаете И с меня не сводите глаз И поет мой рожок про дерево, На котором я вздерну вас. Я никому не желаю зла. Я не умею. Я не знаю, как это делается. Как я успел повторять бесконечно все то же и то же. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...